Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Что ж, сегодня очередная наша встреча. До Нового года совсем мало времени, но мы не устаем с вами встречаться, потому что есть повод для этого. Ежедневно всегда есть повод, несмотря даже на отсутствие, собственно, поводов как такового. Тема сегодняшняя – российский рынок КАС. Чего ждать в 2013 году? То есть в основном мы поговорим сегодня о неких перспективах. Наш любимая история для любого аналитика – это прогноз. Сегодня у нас бюро прогнозов. И в этом бюро представляю Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. И Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг Росевробанка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Мы уже говорили за эфиром, у вас все в порядке. Я очень этому рад. Вот. Настроение у вас предновогоднее, да, Олег? Учитывая три корпоратива, которые ты уже… Ты уже… Что, не надо говорить о том, хорошо? Один корпоратив, который ты уже посетил. Ну и, в принципе, осталось совсем немного. Сегодня у нас среда, четверг, пятница и все. И все, и все. Значит, американцы у нас когда сегодня выходят, да, на активную торговлю? Сегодня? Нет? Выходят сегодня на активную завтра. А, на активную, да. Ну, после праздников выходят сегодня, значит, у нас будет возможность, наверное, еще и открытие их увидеть. Ну, а традиционно я начну с картинным маслом. Хотя нет, давайте сначала я напомню слушателям, что у них всегда есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого есть телефон 6510996, код Москвы 495. Для этого есть адрес радиофинам, финам.фм. И для этого есть адрес финам.ру, да, инвестиционный холдинг финам, дает возможность присоединиться в режиме видеоконференции. Ну и во всех трех случаях задать вопросы моим гостям. Ну, а картина маслом выглядит следующим образом. Сегодня так, сегодня так бодрячком, я смотрю, да? Мало-мало. Мало-мало бодрячком. Основные индикаторы отечественного фондового рынка выглядят следующим образом. РТС сегодня вырос несколько, почти больше, чем на 0,6%. И, собственно, в моменте 1524 котируется так. МВБ на 0,3%, 1479%. Ну, так с оптимизмом год-то закрывается вроде бы. Дальше сырье сегодня прибавило бренд. Да, правильно я понимаю? Это сегодня торгуется он уже, да? 110 долларов. Вот. Форекс еще не проснулся, да? Или уже торгуется он? Нет, торгуется в 1804. Торгуется, да. Евро-доллар, ну, собственно, пока изменений никаких. 1,32 его текущая котировка. Американцы, я думаю, мы, значит, через полчасика посмотрим, как они откроются. Ну, а основной набор головых фишек сегодня в основном все-таки в положительной территории. Изучение норникеля, который хуже рынка. Ирус Гидро, ну, практически в нулях. Остальные все зелененькие. Уралкалий прибавляет процент. Аэрофлот прибавляет чуть больше процента. Ну, в общем, так все весело. Ну и хорошо. Саша кивает головой. Да, согласен. Совсем согласен. Давайте вернемся к тому, что российский рынок акций еще ждать в 2013 году. Чуть позже к этому вернемся. Значит, давайте все-таки начнем чуть раньше. Как вы думаете, вот оставшиеся несколько дней. Случится нечто, что способно повлиять на ситуацию текущую и каким-то образом перерисует, закрытие года, что-то такое, навеет. Саш, давайте. Ну, не договорились. Это, я имею в виду, конгрессменов. Я понял, я понял. Ну, и, пожалуй, это единственное, что может действительно повлиять. А так, я думаю, что договорятся. Ну, смотри, завтра у них, насколько я понимаю, да, там очередную какую-то... Нет, они сегодня приступят к обсуждению. Сегодня-назавтра, да. Да, а в четверг у них уже какой-то там уже дебаты, там прения, голосование в Конгрессе будет. Вот, поэтому, ну, будем надеяться, что вот эти новости, они поддержат рынок. Ну, то есть, смотри, вот практически последние, да, значимые события с этой точки зрения в этом году. Ну, конечно, да. Ну, завтра они... Куда уже? По Европе уже все сказано в этом году. А Америка осталась последней. Они держат напряжение весь мир. Ну, они умеют. Все смотрят, да, шоу продолжается. Они там, это дело как следует. А то одни собираются, то другие, а мы вот это предложение, это... Ну, умеют делать шоу. Они в прошлом году, там, в 2011-м, в летом показали, как они умеют договариваться. Ну, после этого мир полихарадило рынки. А в этом году, ну, я надеюсь, что все спокойно будет. Но, да, но вот если обратить внимание, какая была нервная реакция фьючерс РТС, когда вот прошло сообщение ночи о том, что все-таки не набрали там вот для голосования по плану Боннера, вот, я думаю, что все-таки это сигнальчик. Сигнальчик тому, что... На открытий год. Нет, это сигнальчик тому, что мы будем ниже в следующем году. Ну, на мой взгляд. Я понял тебя. Олег, смотри, если говорить о шоу, все-таки шоу это такая театральная вещь. Есть сценарист там, как ты думаешь? Конечно, есть. Да, кто он? Сложно сказать, кто он, но сценарий прекрасен. Потому что присяга у новой палаты будет только в начале следующего года. И, соответственно, чтобы не подорвать доверие среди своих, Бейнер, ну, сейчас, на данный момент, боится сделать какие-то, принять какие-то решения. И поэтому предотвращение этого фискального обрыва, оно висит, в общем-то, на волоске. Вот такой вот сценарий получается. Ну, то есть кто сценарий из Бейнера получается? Ну, скорее всего, да. Причем он, как бы, у него, как в таких случаях говорят, у него есть личная заинтересованность, да, в том, чтобы... Причем конкретная, чтобы его еще раз переизбрали. Но, с другой стороны, вот если так подумать, если фискальный обрыв случится и экономика США войдет на полгода в рецессию, то для его популярности это сыграет тоже злую шутку. То есть, с одной стороны, не переизбрание, с другой стороны, минус 3% по экономике. То есть он в безвыходной ситуации, получается? Безвыходной ситуации для американцев не существует. Ну, да. Они-то всегда напечатают выход. Они всегда напечатают выход. Ладно. Значит, упомянул, Саша, еврозону. Значит, здесь никаких, как минимум до конца года, никаких мы событий не услышим, не увидим. Не стоит. Не стоит трогать. Не стоит расчесывать это место. Реально? Нет, ну, понятно, что это место, конечно, оно не зажило. Оно вот так чешется, оно, да, но расчесывать его не стоит сейчас. Почему? Потому что все-таки фискальный обрыв, да, он впереди. Ну, будем чесать после мая уже. После мая даже? Почему так? Ну, потому что до мая, я думаю, что будет все тихо, спокойно на рынках, мы еще все-таки порастем вместе с Европой. А потом уже, да, потом пойдут новая волна проблем, новая волна проблем в еврозоне, соответственно. Ну, и на этом все рынки, я думаю, потихонечку покатятся. Смотри, а май ты определил, исходя из некой статистики, что в начале года, как правило, все растут, а после мая? Да, потому что я вообще планирую, ну, первый квартал растущий. Дальше какое-то количество времени стагнаться наверху, и вот после этого уже наша стандартная коррекция после дивидендных отсечек. Да, да, да. Саша, согласен, нет? Слушай, мы прямо это сейчас в 10 минут все уложимся и разговаривать дальше не о чем будет. Ну, не может быть что-то. У меня сценарий такой, что американцы договорятся, значит, для них ведь не важно, на каких условиях они договорятся. Главное, чтобы они привели, допустим, какие-то наиболее мягкие условия, которые устраивают ту и другую сторону. Ну, и республиканцев, и демократов. И от них ни рейтинговое агентство, ни международные какие-то инвесторы не требуют, не выкручивают руки. Рынок госдолга США, в отличие от того, что творилось этим летом в Европе, он спокоен, стабилен. И, в принципе, на нем все сбалансировано. Поэтому, еще раз говорю, вне руки им никто не крутит. Вот, поэтому нет смысла в пожарном порядке что-то такое экстраординарное принимать. Поэтому, я думаю, что они примут мягкий вариант, согласованный между собой и республиканцами, демократами. Думаю, что он будет позитивно воспринят рынками. Поэтому, наверное, в первой половине января, примерно к экспирации январских опционов коротких, вполне возможно, рынки пойдут выше. Вот, дальше, ближе к концу января, начало февраля, вступает тема следующая. Это потолок госдолга и дефицит бюджета. Вот эти вещи тоже им предстоит решить. И вот на этом как раз, на этих темах сейчас особо никто не затрагивается, потому что впереди фискальный обрыв. Я думаю, что эти темы, они как раз рынки будут отыгрывать как раз в феврале. И плюс к этому, как раз конец января, уже будет понятно, что творится с прибылями американских корпораций. То есть, сумели ли они продолжить рост в четвертом квартале, чего ждать от данных по ВВП. То есть, примерно уже статистика будет понятна. Поэтому, я думаю, что рынки как раз в начало февраля будут все это отыгрывать. Я понял, я понял. Ну, насчет планки госдолга еще хочу дополнить. Не исключено, что они в решении каких-то своих фискальных вопросов, они также внесут решение проблему планки. Потому что в одном из планов, которые предоставлял Барак Обама для Конгресса, как раз-таки был включен вопрос передачи полномочий по повышению планки госдолга непосредственно Белому дому. И сразу автоматическое повышение этой планки, чтобы вопрос не поднимался в ближайшие полтора-два года. Поэтому, если этот пункт будет включен, то, в общем-то, это еще больше. Да, двух зайцев одним выстрелом. Здорово. Хорошо, хорошо. Ну и учитывая, что действительно, да, более-менее сценарий мы на первую половину года мы с вами нарисовали. Как будет чувствовать себя? Не года, но первую половину зимы. А, зимы даже. Ну, первый квартал, да? Потому что там нельзя забывать, что весной еще, помимо традиционного майского коррекции, как все ждут, у нас же еще выборы в Германии. Вот, поэтому там в Бундестаг, там тоже она нервы потрепет всем. Поэтому, вот, в зависимости от того, какие будут риторика высказываний лидеров партий, ХДС, ХСС, там и прочие. Вот, поэтому, вот, очень интересно будет посмотреть по этому рынку. Я думаю, что евро, курс евро будет на это уже четко реагировать. Ну, это, кстати, о курсе евро сегодня надо будет поговорить тоже более детально. И то, что о еврозоне мы услышим ближе к маю, тоже с этим связано, да, Саш? С тем, что выборы в Германии тогда уже ближе к маю. Ну, у них там раньше мая, я не помню точно даты, но помнишь, что весной. То есть с этим мы связываем, да? Да, 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 я думаю, что да. Европу мы трогать не будем где-то до весны, да, потому что есть другие очевидные проблемы. А потом выборы, да, выборы, я понял. Ну, вот видите, да, уже так у нас и полгода нарисовали. Сейчас мы послушаем новости, а потом поговорим более детально уже о российском рынке акций. Есть такой, между прочим. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели. На Финам ФМ «Сухой остаток» я, Олег Дмитриев. Сегодня говорим о том, чего ждать в 2013 году. В частности, на российском рынке акций. В студии, напомню, Александр Потавев, начальник аналитической службы РГС управления активами. И Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг Росевробанка. Давайте, друзья мои, посмотрим на российский рынок акций. Хотя, как я попытался пошутить, уж извините, никого не хотел обидеть. Оказывается, есть такой. Есть такой. Есть такой рынок акций, да, и он еще и жив. Жив. Хотя вот, да, история с тем, что рынок облигаций живее, чем рынок акций. Вы хотите акций? Их есть у меня. Их есть у меня. Все меньше и меньше, правда, но есть. Саш, давай. Что будет у нас, ну, опять вот, в связи с теми фундаментальными, макроэкономическими, да, ожиданиями, которые вы нарисовали, что мы можем увидеть в следующем году, ну, хотя бы опять до мая, в первой половине. Ну, вот смотрите, ну, на мой взгляд, как это было бы логично, не глядя на картинки, а потом скажу с картинками. Да, да. Ну, вот эти вот налоговые ужесточения, они все-таки будут сказываться на бизнесе, на инвестиционных процессах, на уровне потребления населения, от которых зависит 70% ВВП страны. Поэтому, в принципе, вот эти вещи, они, мне кажется, в 2013 году сделают такую вот вещь, как они потихонечку снизят темпы роста американской экономики. То есть, вместо, там, уровня, там, 1,8, 2%, мы увидим, там, в районе, ну, 0,7, 0,8, вот примерно так. Вот, а в связи с этим, ну, я думаю, что все-таки фондовые рынки на это каким-то образом отреагируют. Я не думаю, что это будет сжатие ликвидности существенное, поскольку ФРС запустил свою QE3, QE4, вот, и прочее. Я думаю, что ликвидности будет много, но в этой связи все-таки основной интерес игроков по-прежнему будет сосредоточен на рынке долговом. Не случайно ведь, смотрите, ФРС еще аж там в начале этого года объявил за годи, говорил, что не раньше, там, конца 2014-го, может быть, даже начала 2015-го года ставки будут нулевыми. Потом уже, там, оговорки пошли, там, о том, что вот мы будем, там, таргетировать, там, мы, там, будем смотреть на такие-то показатели, но, тем не менее, все в голове держат именно эти даты. Поэтому, думаю, что сейчас, таким образом, ФРС дала понять, что раньше, чем через два года, американская экономика не выйдет на путь такого, действительно, такого хорошего, самодостаточного роста. Поэтому, ну, ждать особого притока средств на рынок акций, высокорискованных активов, промышленных металлов, ну, я бы, честно говоря, не ждал. И причем не просто до середины прошлого, следующего года, да, а вот именно до срока, который, да, Федрезерв упомянул. Олег. — Я согласен с коллегой. Единственное, ну, я думаю, что нашим слушателям, инвесторам больше интересно, мы определили уже, что рынок в первой части года, в первом квартале будет, скорее всего, растущий. Теперь давайте попробуем определить, что же все-таки будет расти. Есть несколько интересных идей. Да, ну, рынок. Рынок — понятие растяжимое. Есть несколько бумаг, например, для долгосрочных инвесторов. Взять Нижнекамск, Нефтехим. — Опа. — Да, бумага не представляет никакого интереса для фондов, потому что небольшая ликвидность, но при этом она показывает стабильный рост от года к году, выплачивает стабильные дивиденды на уровне в районе 10%. И самое главное, у них по результатам деятельности в этом году такая же чистая прибыль, как и, в общем-то, и раньше, и демонстрируется какой-то определенный рост. И нераспределенная прибыль составляет порядка 85% от капитализации компании. Поэтому с точки зрения инвестирования, например, и получения дохода 20-25% годовых, компания подходит идеально. — Здорово. — Да, плюс ко всему, конечно, это две наши основные идеи — Роснефть и ГМК. Я уже не раз говорил, что Роснефть, скорее всего, будет дороже 300 рублей в следующем году. По Норильскому Никелю сложно уже говорить именно про потолок, где примерно будет торговаться бумага. У меня основная цель первая — это 6300, но нужно понимать, что теперь у них новая дивидендная политика и разрешился, наконец, акционерный конфликт. И плюс появление нового стратега в лице Романа Абрамовича даст еще один толчок бумаги. Поэтому вот основной набор каких-то инструментов, на которые я возлагаю большие надежды. Плюс у нас намечается оживление в транспортном секторе. У нас группа «Сумма» собирается стать крупнейшим транспортным предприятием. Последняя сделка по покупке «Феско» — хорошее доказательство. Единственное, акционеры «ДВМП» на этом пока сидят и не понимают, что им дальше делать, потому что то ли ждать оферты. Но я хочу немножко всех успокоить, кто купил дальневосточное морское пароходство. Там намечаются дивиденды со следующего года. Потому что не просто так «Сумма» выкупила эту «Феско». И им для погашения собственного долга очень удобно было бы выводить от 8 до 10% через дивиденды от «ДВМП». Ну что, здорово, смотри. Взял бы Казарага, конкретно предложил. Четыре, правда, что четыре бумаги. Ну, бумаг-то больше, но все-таки время эфира ограничено. Ну ладно, у нас еще пока есть время. Все-таки я в этом случае, если уж мы говорим о персоналиях, хотел бы от тебя услышать. Чего нам ждать по «Газпрому»? Что нам ждать по «Банковскому» обязательно? Потому что это наше все, тут никуда не денешься. А то ты, конечно, вот называешь дальневосточное пароходство. А как быть с «Газпромом»? «Газпром» начал какое-то оживление демонстрировать. Ну, а что, 145? Да, его со дна более или менее вытянули. Но он уже нащупал, ты считаешь? Ну, промежуточное, да, в любом случае. И, согласен, плюс там есть определенные какие-то технические уровни, которые тоже были пройдены наверх. И мне кажется, что первая цель по бумаге в районе 160 рублей. А многие делают прогноз, что в следующем году мы и 190 можем увидеть. Я пока, если честно, не решаюсь делать прогноз такой далекий. 160 за первый квартал мы уйдем. Вполне реально. Саш, ты согласен тоже. Да. Я прошу прощения, мне очень понравилась фраза «промежуточное дно». Это как воспринимать? Ну, потому что... Это как многопаловное... Оно всегда промежуточное. Корабль. А глубокая яма мы узнаем только, когда в нее упадем. Да. О том, что это было дно, мы узнаем только через полгода. Не говори. Когда окажемся много ниже, да? Хорошо. Да. Просто если посмотреть на этот год, то, в принципе, это был год, конечно же, облигаций. И если посмотреть в разрезе акций, то, конечно же, сильнее остальных торговались акции, которые можно примерно привязать к облигациям. То есть это, которые дают гарантированную дивидендную доходность. Вот. Поэтому там акции МТС, там Башнефть, Татнефть, там Сургутнефтегазприев, они лучше рынка торговались и показали устойчивую динамику, по крайней мере, сильных снижений там не было. Поэтому зачем продавать в акцию, которая может принести дивиденды, в самом деле. Это логично. Это логично. Ну, теперь вот тему, которую мы за эфиром обсуждали. Действительно, этот год, или как минимум вторая половина, это год долгового рынка. Ну, для российского рынка. Рынок облигаций. У ФСЗ просто там сумасшедшая доходность по комплективным облигациям. Ну да, с июля месяца пошло очень редко. Во-во-во-во-во-во-во-во. Дальше продолжаем эту идею. Евроклир у нас заработает в следующем году. Ну, по крайней мере, мы все об этом говорим. Как будет чувствовать себя рынок облигаций? То есть мы продолжим увидеть оптимизм и продолжим увидеть приток капитала, или он увеличится, иностранного капитала именно сюда. Как вы думаете, Олег? Скорее всего, приток увеличится. Потому что это как раз открытие Евроклира, оно провоцирует иностранных инвесторов, чтобы они заходили в наш рынок. Поэтому рынок облигаций, я не думаю, что стоит ждать прям такого глобального роста этого рынка, но он будет как минимум на том же уровне, на котором мы сейчас его видим. Согласен с коллегами. Поэтому, а что, зачем искать другие инструменты, если мы можем найти хорошую альтернативу депозиту в тех же самых облигациях? Ну, хорошо, я с тобой согласен, что облигации, альтернатива депозиту, а с рынком акций-то как быть? Очень выборочно. Очень выборочно. Помимо того выбора, который ты предложил, или истории с дивидендными доходностями будут актуальны в следующем году? — Мне кажется, что надо будет смотреть на рынок в целом, да, то есть не дивиденды, а корпоративные истории. Ну, то есть вот «Газпром» выпустил релиз о том, что у него был там, допустим, комитет, который инвестиционную программу на следующий год сделал там на 20% ниже, чем в этом году. Ну, это же позитивно-позитивно, то есть кэшфлоу будет, будет, то есть сумма, которую может направить «Газпром» на дивиденды, она, соответственно, вполне возможно будет увеличена. Поэтому здорово-здорово, ПГМК, новость хорошая прошла, замечательная, стоящая бумага, безусловно. Вот такие вот вещи отдельные, которые будут, история, да, корпоративная история, будут проходить. Если что-то пройдет по энергетике, допустим, по-моему, вот ИОН, кстати, тоже интересная вещь, которая собирается там с следующего, или, по-моему, даже с этого года, направлять 100% прибыли на дивиденды. Замечательная идея, вообще прекрасная. Поэтому вот такие вещи, которые, их надо просто фильтровать из всего потока новостей, и как бы вот такую в копилочку складывать. И вот те бумаги, которые на это реагируют, там, я думаю, что стоит подбирать. То же самое «АвтоВАЗ», там много шумихи было о том, что там выкуп, там не выкуп, еще что-то такое. Те, не менее, акции начали тоже самое отжиматься того, на котором мы увидели. Какое-то закулисное движение там идет. Вполне возможно, все-таки вот за какими-то новостями о том, что создается совместное предприятие. — Подожди, я немножко не понял. Ты все-таки считаешь, что «АвтоВАЗ» имеет инвестиционную привлекательность, а не спекулятивная реакция на шумиху? — За всеми этими шумихами там есть инвестиционная привлекательность, потому что если раз Renault-Nissan берет под свою контроль основную долю в СП, соответственно, там будут увеличиваться, возможно, какие-то инвестиционные программы, будут увеличиваться маркетинговые ходы какие-то для популяризации отечественных автомобилей на этой платформе, которая будет упускаться. Поэтому я думаю, что вот потихонечку, вот благодаря вот такому локализации производства на базе «АвтоВАЗа», я думаю, что Renault-Nissan будет входить на рынок в расширении у меня. — Я понял, я понял. Хорошо, значит, слушаем новости на Финам-ФМ. Пардон, продолжим. — Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Я Олег Дмитриев. В студии сегодня Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами Олег Ельцов, главный трейдер управления ценных бумаг Росевробанка. В оставшиеся несколько дней до нового наступления, нового 2013 года и до, ну, наверное, это нужно с негативным оттенком сказать, с негативной интонацией, и до длинных выходных для российских игроков. Ну, это негатив, скажи, Олег. — Что такое? Все, как люди, начиная 2-го уже числа, активно зарабатывают деньги, а мы вот что, а мы вынуждены. — Ну, для меня лично это позитив. — Это, конечно. — Там, кстати говоря, коллизия происходит какая-то, да, с тем, что биржа 20... весь народ 29-го работает, биржа 29-го не работает, зато биржа работает 8-го, все выходят на работу 9-го. — Ужас. — Что это такое? — Начинаем отмечать раньше и заканчиваем тоже раньше. — Что, что, как, вот тут все не как у людей-то у нас, а? — Да, да. — Все как не как у людей. — Хотя, с другой стороны, попытка была в этом году, да, в этом уходящем в январе сделать все как у людей, но опять все не получилось как у людей. — Ну, да ладно. Ты, кстати, почему рад-то, что будут большие выходные? — Ну, как отдохнуть? — Намылился куда-то опять? — Ну, просто отдохнуть надо. — А просто отдохнуть, конечно. — А как ты будешь просто отдыхать? — Год был нелегкий. — Нелегкий, это я соглашусь. — Ладно, давайте вернемся к нелегкому году и поговорим о годе, я надеюсь, более легком, более легком, о годе следующем. Значит, с какой точки зрения? У нас есть вопросы. Один из них вновь вернет нас тему уже, по сути, проговоренной, но, тем не менее, вопрос есть. Аксенов спрашивает. — Добрый вечер. — Скажите, как разрешится вопрос по госдолгу в Штатах? И дальше его комментарий. — Денег столько у них нет и не будет. Выход только какая-нибудь война или размножение доллара. — Ну, кстати, Аксенов сразу, на мой взгляд, парадоксально, сам себя противоречит. Денег у них только нет и не будет. Размножение доллара. — Почему не будет? — Ну, так размножение доллара уже идет полным ходом. — Какой год? — Поэтому я не очень понимаю, почему денег у них нет. — Деньги у них есть и их много. — И будет их столько, сколько они захотят. Я об этом и говорю, что есть некий парадокс в этом вопросе. Но, тем не менее, как разрешится вопрос по госдолгу в Штатах, Олег? Как он разрешится? — Сложно предсказывать. На мой взгляд, решится он в любом случае позитивно. То есть это будет, даже если будет какое-то сокращение, то это будет только частично и незначительно. Не такое, которое позволит рынку уйти. Точнее, не рынку, а американской экономике уйти в рецессию. Потому что сложно себе представить, что они последние четыре года активно борются с кризисом, чтобы вывести страну. И вот таким одним жестом... — Одним взмахом. — Да, одним взмахом волшебной палочки вывести страну в рецессию. Я думаю, что этого не произойдет. — Ну да, в этом логике мало. И тем не менее, смотрите, вот еще один момент, о котором тоже Аксенов спрашивает. Вот в этой ситуации какая-нибудь война... Оно известно, да, что, в принципе, очень часто активные боевые действия — это способ, да, там, отвлечь, привлечь, перераспределить. И Соединенные Штаты этим активно пользуются. Вот в этой сложившейся ситуации может быть какая-нибудь война, ну, причем мы понимаем прекрасно, какая. Может ли она действительно позитивно для Штатов влиять на ситуацию в каком-то виде? Саша? — Не вижу поводов никаких для этого. Ну, война должна быть ради чего-то. Война ради войны. — Нет, ну, я тебя умоляю, всегда найдется... — Ну, по сути, именно сейчас, да, Обама, он заявляет себя как миротворец. О том, что он там свернул войну в Ираке, собирается свернуть войну в Венистане, еще там, как отреагировали акции оборонных компаний американских. Естественно, падение, когда Барак Обамова избрали. Поэтому, в принципе, я думаю, что в данный момент ну, нет пока на горизонте таких целей, которые бы нужно было бы сделать. Поэтому, да, там Иран что-то там делает, там какую-то шумиху, там Израиль недоволен, но это не повод начинать войну. У Америки должен быть повод, допустим, ну, дорогая нефть, своей нету, захватить какую-нибудь страну, там, нормализовать, там, нефтедобычу, там, перенаправить нефтяные потоки в свою сторону. А сейчас, видите, как у американцев, там, исландцевая нефть, и плюс к этому, там, они уже там собираются, там, всякие вот эти вот, там, новые месторождения добывать. И вообще, мне кажется, с нефтью уже все достаточно прекрасно. Поэтому повода завязывать войну, ради чего, это же, опять же, ударит по бюджету, по дефициту бюджета, это же, опять, будут недовольны. Я думаю, что это не стоит. Это не сценарий. По крайней мере, некоторое время назад, если помните, мы, по-моему, даже и с вами тоже тема обсуждаем, летом еще, помните, да, вот была история, связанная с ценами на нефть, мы говорим, вот есть некая геополитическая составляющая, вокруг Ирана, да, Ближний Восток и так далее. Все это не реализуется. Мне кажется, нет. Слава Богу. Олег. Ну, у меня похожее мнение на этот счет. Мне кажется, что американцы сейчас уже подумывают о какой-то смене стратегии. Стратегии? Стратегии имеется в виду военной. По одной простой причине, они позиционируют себя, ну, в общем-то, являются крупнейшей мировой экономикой, которая, в общем-то, старается тащить на себе весь мир. Да. И они от этого устали. То есть они сейчас будут пытаться как-то, в общем, немножко переформировать свое направление, своих действий, своей агрессии, да, в нужное русло. Понятно. Поэтому я считаю, что война тоже сейчас для них не выход. Ну, с другой стороны, смотри, все-таки то, о чем ты говоришь, это действительно стратегии, и стратегии, наверное, долгосрочные, да, то есть в моменте это не решается. Проблема, которая тлеет на Ближнем Востоке, она сейчас, она сейчас ее что, будут подливать потихонечку водички и потом, да, опять разжигать. А там же сейчас идет как-то вспышками. То есть, то нет, то есть, то нет. Вот я об этом говорю. То есть, как бы, совсем закрыть эту тему, да, нет поводов, нет желаний, нет возможностей, не знаю, чего нет. А так, чтобы оно там потихонечку работало. А оно само по себе там потихонечку будет, потому что они довели несколько стран до состояния революции. И после революции еще очень долгое время нужно восстановление, потому что там хаос начинается. Ну, то есть такой, костерок развели, и он так тлеет. Слегка тлеет, и когда понадобится. Вот они, стратеги, да, Саш? Ужас, что делается. Ужас, что делается. Значит, вопрос от Петров. Правительство Японии ушло в отставку. Как это отразится на российском рынке акций? Олег, тебе слово. Тебе понравилась просто эта взаимосвязь. Я помню. Да, мы постарались найти какие-то события, которые как-то отразились на российском рынке акций. Твой ответ, никак. Мы нашли два события, которые образились. Тебе в мире, да, в истории нашлись. Ближайшие истории. Это понижение рейтинга от S&P, я помню. И ситуация с катаклизмом природным, когда цунами, землетрясение. Отставка правительства пока, мне кажется, сильно не скажется на нашем рынке. Потому что, во-первых, есть проблемы гораздо более актуальные. Это Европа и Америка. Потому что Япония все-таки, нам до Японии как-то далеко. А отставка правительства еще ни о чем не говорит. Это значит, что придут новые люди, возможно, появится новое какое-то направление. Нужно посмотреть, что они будут делать, кто придет к власти и какое у них будет направление движения. Саш. Я считаю, что именно сама отставка правительства никакой роли не сыграет. Но тут стоит понимать, что в Японии отставки правительства, это, знаете, как у нас вот холода периодически. То есть там заморозки ранние, еще что-то такое. То есть это явление, которое периодически случается. И японцы, по крайней мере, к этому уже привыкли. У них там раз в три месяца, раз в полгода. Одно правительство уходит, другое. Это у нас правительство никогда не уходило в отставку. Ну, не было у нас такого. Ну, что такое? Правительство России. Это неприлично. Мы не можем припомнить. Это было еще, может быть, во времена Ельцина. Там правительство одно отправили. А сейчас за последние 8-10 лет мы не можем припомнить, когда. А в Японии это норма. У них там что-нибудь такое случается. Вот там они не смогли каких-то целей достигнуть, достичь в экономике, в какие-то инфляции. Уходит в отставку. Вот не справилась. Да это ладно, бог с ним. Пускай уходит. Дело в том, что новый премьер, оба, по-моему, его фамилия, которая приходит, он ведь что, заявляет там, вернее, это лидер партии, которая приходит, да, значит, значит, он собирается ведь делать большие впрыски ликвидности, вот, и чтобы поднять уровень инфляции в стране до 2%, с учетом того, что у них до этого десятилетиями, ну, много лет была дефляция, да, то есть я думаю, что большие вливания ликвидности будут. И вполне возможно, мы увидим какие-то интересные движения по японской иене, по ее курсу к отношению к доллару, к евро, возможно, какие-то игры к эритрейд будут, вполне возможно, часть ликвидности даже перейдет на открытые рынки, на финансовые активы какие-то. Вот, кстати, вдогонку опять, да, этого ему рассказу, как отразится на иене смена провестия в Японии, вот это, наверное, более корректный вопрос, ослабление курса японской иены. Более того, это наблюдается уже и сейчас, там, последние несколько недель. Ну, пока она на ожиданиях ослабляется, а если спросики будут достаточно существенные, то я думаю, что очередное куе теперь уже от Банка Японии мы увидим, вот, соответственно, какая-то ликвидность все-таки на открытые рынки придет. Я понял. Здорово. Здорово. Спасибо за ответ, кстати. Тебе написали. Спасибо за ответ. Так, ладно, значит, у нас осталось еще немножко времени в этой части программы. Я хотел бы опять посмотреть на рынок российский, но уже с точки зрения цен на сырье. Будет ли это определяюще? Что там, кстати, у нас как? Америка-то? А, сейчас посмотрю. Сейчас 4 минуты остается до закрытия. Значит, с точки зрения цен на сырье, вот, хотелось бы сейчас поговорить об этом. Каковы ожидания, да, на глобальных рынках нефти, ну и, естественно, что у нас будет. Так, открытие мировой индексы. Dow Jones прибавляет 0,2%. СНП 500-й, так, найду сейчас, прибавляет 0,1%. Ну, то есть, позитивненько открылись. Фьючер, кстати, на него же растет даже на 0,3%. Вот такая вот история. ММВБ? ММВБ по-прежнему, по-прежнему, ММВБ. Хорош. Да, хорош. Хорош. 0,3%, но тут без изменения. А, нет, РТС немножко подрос, 1526. Ну, то есть, все зелененькое такое, все веселенькое, зелененькое. Так, ну, и давайте, ладно, вопрос тогда у меня есть для вас. Про сырье же мы не закончили. Мы после новоседия о нем начнем говорить, вот, две минуты осталось. Роза Дмитрия, прогноз по ипотечным ценным бумагам. Опа, завернул. Боюсь, что, да, у меня прогноза нет. Ипотечным, ценным, а о каких ипотечных я вот сейчас начинают думать ипотечных цен. Американских можете поддерживать? CDS. CDS, да, о чем речь-то идет. Дима, 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 давайте вы сформулируете получше и переадресуйте. И Андрей, кстати, вот мы рассуждали сейчас о ситуации в Японии, о действиях японского правительства возможных, да, и о курсе иены. Вот заявляли, Андрей пишет по Японии, не знаю, кто заявлял, только заявляли по Японии 90 иен за один доллар. Сейчас я могу посмотреть. Последнее закрытие у нас было что-то так, так, сейчас доллар иена, доллар иена, 85, 85, причем сильное закрытие, да, 90, вполне, да? Вполне, ну тут осталось, собственно, недалеко, чего там, собственно, осталось. Хорошо, ладно, давайте, на вопросы ответили, мы моментально отвечаете на вопросы, я вам хочу сказать, моментально. Начнем, сырьевой рынок, рынок сырья. Есть еще время, там у нас полторы минуты, давайте начнем. Что будет у нас с сырьем? Ну, вот смотрите, я говорю, что по моим, вот у меня есть в голове план, да? Это нормально, мистер фикс, есть у вас план, мистер фикс. Того, что все-таки американская экономика в следующем году будет, темп ее снизится, естественным образом, темп китайской экономики на этом фоне будут тоже невысокие, там в районе, может быть, там 7,5 процентов, вот, поэтому, в принципе, цены на сырье, я думаю, что будут не в фаворе в следующем году. Не в фаворе? Не в фаворе, да. И, если вот обратить внимание на то, как ведут себя сейчас основные сырьевые активы, то есть, золото, там, никель, медь, алюминий, они очень слабо реагируют на ослабление курса американского доллара по закрытии года. Когда вот там на 1,33 мы видели там по паре евро-доллар, цены-то очень вяло реагировали, поэтому, большому счету, думаю, что пока американская экономика, европейская, не выйдет из рецессии, пока Китай не будет, его темпы роста приблизятся опять, там, к 8,5-9 процентов, я думаю, спроса на сырье большого мы не увидим. Это нормально. Хорошо, значит, Олег, твое мнение мы послушаем чуть позже, сейчас мы слушаем новости на Финам ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира, последние 12 минут у нас с вами впереди, даже чуть меньше. продолжим разговор о грядущем 13-м годе, кстати, 13-й год все-таки нет, никого зловещего здесь, нормально? Отличная цифра. А втуда, 2013-й год. Кстати, еще есть возможность все цифры между собой сложить и получить какое-то единое число, да, 2 плюс 0, плюс 1, плюс 3, это что, 6, 6, 6 хорошее число, все. Следующий год, мы конец света пережили, чего еще 13-й боятся. Следующий год будет счастливым по многим показателям, в частности, вот один из них я вам предложил только что. Вопрос есть. Роснефть, кстати, видишь, ментальная связь у нас со слушателями, я все время отмечаю с отрадою. Только что, за эфиром буквально, да, был разговор о Роснефте, вот вопрос вам. Роснефть на год, на год только, Олег. На год? На год. Почему только на год? Не знаю. Хочу пожениться на позиции на год. Да, 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 да. Значит, я не знаю точно, в какой именно период, в какой именно момент года будет эта цена, но 300... Откуда отсчитывать? 300 рублей, возможно, даже немножко дороже. Объясню, откуда берется этот прогноз. Если Роснефть сможет договориться с Газпромом о продаже с какой-то части своих активов непосредственно Газпрому, то есть вероятность, что они за два, два с половиной года смогут рассчитаться полностью со всем своим долгом, который у них остался после последней сделки с ТНК-БП. Если это получится, то это будет огромный драйвер рост, потому что у них и дивидендная политика всегда была на уровне, и будет она как минимум на таком же уровне, может, даже лучше. И плюс ко всему и долг опять будет маленький. Если они с вопросом долго разберутся, то по Роснефти там горизонты... В конце концов, они большую часть активов ЮКОСа же забрали, поэтому у них сейчас каких-то собственных целевых активов очень много, которые приносят им огромную прибыль. Будет еще больше. Саш, я слышу, у тебя другое мнение, ты выше 275 не видишь, да? Ну, пока, да. Почему? Ну, вот именно того, что долг высокий, и мне кажется, все-таки с учетом того, что основная масса тех кредитов, которые привлекли, Роснефти, не короткие, вот, я думаю, что все-таки пойдет, основные денежные потоки компания будет аккумулировать в ближайшие пару лет на том, чтобы сокращать уровень долга. Поэтому дивидендов, я думаю, что ближайшее время ждать не стоит, да, поэтому, ну, вот, примерно так. А так, да, так, вот если вот, как Олег сейчас рассказал, то, в принципе, потом все замечательно будет. Не, плюс, последний-то кредит, они вообще под 3% привлекли, это какая-то странная даже цифра. Я впервые такое увидел. Кстати, забавно, пока вы рассказывали про прогноз Роснефти на год, появился еще один комментарий, можно и на два. Ну, ладно, мы не будем уж так далеко. Ну, для инвесторов это хороший актив, скажем так, для долгосрочных инвесторов. Вот есть такой вопрос, ну, несколько, может, абстрагирует нас уже от конкретно инвестиционных идей, но, я думаю, что поговорить об этом стоит. Прогноз по заявлению Путина о том, что будут размещать бюджетные деньги в ценных бумагах. Вот такое было, да, несколько, некоторое время назад заявление, по-моему, даже вот на его пресс-конференции, что ли, да, там была история. Прокомментируешь, Олег? Там, помимо этого заявления, еще было заявление, связанное с Газпромом. Ну, там много всяких заявлений. там много было интересных заявлений, и Газпром на этом вырос, а рынок, в общем-то, остался на месте. не отреагировал. Поэтому, вот прям так реагировать, что будут размещаться, да, они и так размещались. То есть, в любом случае, были деньги, возможно, сейчас будет чуть больше, но учитывая то, что у нас продолжается отток капитала, я думаю, что это не сильная ситуация. Погода это не сделает. Да, сейчас нужно делать акцент на прозрачности, то есть, делать бизнес прозрачным, и, самое главное, уменьшать государственное влияние, ну, участие государства в акциях компаний. То есть, пресловутый инвестиционный климат нужно, да, создавать? Нет, на самом деле, я, вот, это, наверное, может быть, месяц назад принимал участие во встрече аналитиков с вице-президентом Внешнеэкономбанка, который рассказывал о стратегиях развития, о перспективах, там, да, да, да. На как далеко, на как далеко? Следующий год, да? Нет, ну, там не только в год. В ближайшее время, да. И что сейчас, сейчас, что сейчас творится, и что будет. Вот. когда вы там спросили, помню, вопрос задали о том, что будет ли дальнейшем Внешнеэкономбанк покупать активы какие-то, на что вот вице-президент Внешнеэкономбанк сказал, что как только государство даст отмашку и деньги, мы будем готовы. Вот. Но до тех пор, пока этого не сделали, в принципе, ничего не будет. Поэтому, в принципе, я больших планов на те деньги, те обещания, которые дает наша власть в плане притока денег, честно говоря, пока я не вижу. А потом, надо понимать, понимать прекрасно, что, ну хорошо, мы вложили деньги, мы купили акции, они выросли в цене. Стали мы от этого привлекательнее, как наш фондовый рынок по отношению к другим рынкам? Нет. Те, кто захочет на этом деле получить прибыль, это спекулятивная прибыль от того, что мы сами для себя купим, мы купим и станем их держать. Ну и что? Они в итоге акции будут заморожены, просто на более высоком уровне. Если бы наш рынок, экономика стала более открытой, если бы сюда отток капитала сменился бы притоком капитала, если бы сумма денежных средств, которые направляют эти вот фонды, которые отслеживает Imagine Market портфолио фонд, показал бы приток хороший, как мы бы сейчас увидели в конце этого года по Индии, Корее, Китаю, то в принципе, да, возможно, мы стали бы интереснее, но у нас отток уже 11 недель подряд, отток капитала в среднем в России сколько там у нас, 70, около, ну больше 60 миллиардов, ну куда, ну какая инвестиционная привлекательность, поэтому то, что вот эти вот все декларации, я думаю, что они декларациями так останутся. Да, к сожалению, к сожалению, а действительно, если говорить уж о вот этих деньгах, да, государственных, деньгах ВЭБа, ну, пример 2008 года, когда понятно, да, что государство пошло туда деньгами, чтобы просто... Не, а там все понятно было, там не то, что дно, там дело в том, что эти все, допустим, какие-то портфели акций, они все находятся в залоге у банков, когда бизнес плохой, да, то есть, когда цены на сырье летят в тарарары, да, когда идет сокращение промпроизводства с сумасшедшими темпами, да, когда внешние рынки экспорта и импорта стагнируют, и плюс к этому еще и залоги к тебе просят банки довнести, ну, естественно, тут государство должно вмешаться, чтобы поднять стоимость хотя бы активов, которые находятся в залоге, чтобы не приходилось срочно распродавать эти активы за бесцену каким-то людям, которые греют руки спекулятивно. Так, осталось немножко буквально, не услышал я твое мнение по поводу сырья. А, это хороший вопрос. на самом деле, я почти целиком полностью согласен с коллегой. Единственное, я бы еще хотел поговорить о таком сегменте, как редкоземельные металлы. То есть, про него мало кто вспоминает, но на самом деле, вот сейчас все современные технологии, в том числе и техника Apple, которые пользуются практически весь мир, они все свои инновационные какие-то экраны, разработки делают с помощью редкоземельных металлов. И спрос, в общем-то, начинает расти, но, есть маленькое но, Китай контролирует порядка 95% рынка. Вот, и сегодня буквально в интерфаксе прочитал отличную новость, что у нас 163 миллиарда будет направлено от, по-моему, Роснано и Ростехнологии. Они направляют порядка 163 миллиардов на развитие как раз редкоземельных металлов этого направления. И мне кажется, что такие компании, как Сликамский магниевый завод, они могут показать неплохой рост на этом. То есть это означает, что оживление есть. Они направляют деньги на производство. все, к сожалению, как всегда, не хватает. Спасибо вам огромное, Александр Потавин, Олег Ельцов. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов на рынке. До свидания. С наступающим. С наступающим.